Адресную инвестиционную программу в Чувашии придется пересмотреть. Ряд объектов, внесенных в нее, не могут быть достроены в запланированные сроки из-за нехватки средств. На фоне пандемии сократились собственные доходы бюджета республики. Кроме того, борьба с коронавирусом требует больших финансовых затрат. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев поручил определить приоритетные объекты и сосредоточить усилия на тех, которые должны быть построены в первую очередь. Всего в республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год 75 объектов. Их условно разделят на три группы. В первую включат проекты с федеральным финансированием и проекты инициативного бюджетирования. Во вторую объекты с высокой степенью готовности сметной документации. И в третью, по которым нет экспертиз, не проведены торги и не заключены контракты. Есть объекты, которые необходимо держать на особом контроле, как, например, детские сады. Среди них садик в микрорайоне Лента на 110 мест стоимостью в 31 миллион рублей. Проектно-сметная документация не получила положительного заключения госэкспертизы и контракт не заключили. Выделенные средства не были освоены и вернулись в бюджет. Что касается ввода этого детского сада в эксплуатацию до конца этого года, это действительно проблема. Теоретически это возможно, но очень сложно. Нам бы хотелось этот детский сад оставить в программе, потому что жителями этого микрорайона он неоднократно задавался на протяжении последних 3-4 лет. Там больше 10, 15 больших домов построены. Людям действительно нужен этот детский сад. При этом глава администрации отметил, что ввести в эксплуатацию объект будет сложно. Строительство ведется с многочисленными нарушениями. Например, на расстоянии менее 25 метров находится дорога. Размещение такого рода объектов у нынешнего руководства Минстроя Республики вызывает недоумение. Мы на самом деле сейчас чуть попозже себе запланировали работу, так сказать, проанализировать проекты планировки территории, которые утверждены и насколько, так скажем, земельные участки выделены под социальные объекты, особенно школы и садики, вообще там привязываются. Почему? Потому что это вечная проблема. Проблема с возведением садиков есть также в Аликовском, Цивильском и Козловском районах Республики. Им необходимо уделить особое внимание. Среди приоритетов также строительство объектов газификации, инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция спортивного комплекса, футбольные поля. Общая сумма финансирования республиканской адресной инвестиционной программы – 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Маргарита Мельникова, Валерия Друженец, Андрей Спиридонов, Республика.